Здравствуйте, в эфире новости в студии Максим Сарпов и вначале коротко о главных темах выпуска. Сыночка, Никиточка, если ты меня видишь или слышишь, возвращайся домой. Помогите найти ребенка. Расширена зона поисков мальчика, пропавшего 10 дней назад в Козульском районе. Нам очень нужны машины, водители с машинами. Заболевших все больше. Автоволонтеры, которые возят врачей, ищут новых добровольцев и обращаются за поддержкой к властям. Вопреки всему, многие красноярские бары и детские аттракционы работают, несмотря на антиковидные ограничения. Несмотря на его относительно небольшой размер, это будет такая изюминка красноярская. Там снова будет мост. Между БКЗ и музейным центром строят современный пешеходный переход. Ему уже дали имя. Нет предвкушения, что прямо сейчас я вижу залы, где проходили балы и плелись интриги. У меня в прямом смысле мурашки по коже. Тайны Екатериненского дворца и янтарной комнаты. Продолжение проекта «Наше лето» из Санкт-Петербурга. Его ищут всем миром. Расширена зона поисков мальчика, пропавшего в Козульском районе. Окрестные леса, обочины трассы, заброшенные дома. Полицейские добровольцы прочесывают уже 10 дней. Повсюду расклеены ориентировки, но результатов так и нет. О помощи просят всех жителей края. Сыночка, Никиточка, если ты меня видишь или слышишь, возвращайся домой. Возвращайся домой. Я устала искать тебя. Я очень сильно переживаю. Сынок, вернись, пожалуйста. Сын вернется. Сын живой. Мама повторяет эти слова как молитву. Вторую неделю она ждет своего ребенка. 14-летний Никита Воронин 11 июля вышел из дома и не вернулся. Сейчас в Козульке и в поселках поблизости все остановки и столбы увешаны ориентировками. Здравствуйте. Я из поиска пропавших детей и взрослых за ориентировками. Теперь район поисков будут расширять. В сотне новых листовок еще один лучик надежды. Волонтеры будут расклеивать их во всех соседних городах и поселках. Раздают их и водителям междугородних автобусов в Красноярске. Вообще пешком пошел? Да, он идет пешком. Может кто-то увидит или будет. Внимание прям специально обращать. Тут написано, во что он был одет. И любая информация, там снизу телефоны. Волонтеры, звоните круглосуточно. Хорошо, хорошо. Большое вам спасибо. Одна из последних зацепок. Ребенка с похожими приметами видели в поселке памяти 13 борцов. Пока эту информацию проверяют следователи, волонтеры готовятся снова пройти по возможному пути следования мальчика. Сейчас мы начнем от Красноярска и в сторону Козульки, и потом от нее уже в сторону Ачинска. Это кафе, это заправки, это остановки. Все. Будем проезжать и обклеивать. Последний раз мальчика видели идущим вдоль федеральной трассы. Его сняли камеры видеонаблюдения. С тех пор в том районе осмотрели ближайшие деревни, особенно заброшенные дома. Опросили людей и прочесали густые заросли. Самое трудное – это непроходимый лес. И при входе в лес мы видели следы медведей. Ну, как бы это нас не остановило, но самое сложное – это трава выше человеческого роста, это бурелом. Пройти невозможно. Родители Никиты не теряют надежды, как и все, кто каждый день выходит на поиски. Оглядитесь вокруг. Если вы увидите ребенка с похожими приметами, пожалуйста, обратитесь в полицию. Анна Московских, Андрей Крупнов, Дмитрий Шевцов. Енисей новости. Добавлю, если вы что-то знаете о местонахождении мальчика, можете позвонить и к нам в редакцию. Наш телефон 236-0136. И о работе волонтеров, которые разыскивают детей, поговорим еще в программе интервью сразу после этого выпуска новостей. К другим темам. Цифры опять растут. За последние сутки в Крае зарегистрировано 499 случаев ковида. Для сравнения, накануне было 490. В Красноярске плюс 104 инфицированных. День назад было 102. В Канске – 30. В Ужурском и Рыбинском районах – по 29. В Лесосибирске и Казачинском районе – по 24 заразившихся. И опять скачок в закрытых городах, данные из которых не попадают в общую статистику. В Железногорске сразу плюс 80 пациентов, а в Зеленогорске – 59. Сейчас на лечении в Крае 8741 житель. За сутки под наблюдение взяли еще почти 4000. Выздоровел 191 пациент, но много умерших скончались 19 человек. Заболевших уже столько, что врачи не успевают ко всем на вызовы. Не справляются и автоволонтеры, которые возят медиков. За день одна ковидная бригада может сделать до полусотни рейсов. Есть пациенты и с другими заболеваниями. К ним врачи из-за нехватки машин уже ходят пешком, а кого-то подвозят родственники. Из-за такой ситуации общественники объявили о наборе добровольцев и просят помощи у властей. Нам сильно не хватает машин. Мы сейчас готовим обращение к губернатору Красноярского края. Понимая и помня, что он нам не раз вообще помогал за эти полтора года, нам очень нужны машины, водители с машинами. Конечно, со своей стороны мы обеспечим всех безопасностью. Всем выдадут СИЗы, костюмы полностью. И вот на фоне роста заболеваемости, несмотря на запрет, в Красноярске продолжают работать аттракционы во многих парках, а некоторые бары принимают посетителей по ночам, хотя могут делать это лишь до 11 вечера. В этом убедилась моя коллега Софья Лупинина. Смотрим ее материал. У нас техническая проверка. Мы видели, что там человек сидит в желтой кабинке. Мы проверяем. Сотрудница парка искренне удивляется тому, что на колесе обозрения катаются дети. Хотя пару минут назад она сама проверила у них билеты и посадила в кабину. Вопреки ограничениям, в Красноярске во многих парках продолжают работать аттракционы. Дети весело скачут по батутам, а их родители надеются на то, что вирус обойдет их семью стороной. А как по-другому? Надо же детей как-то баловать. Или дома забереться, на работу не ходить. Я надеюсь, что они из них какие-то меры предостороженности все равно придерживаются. Может, дефинцируют, может, отмывают. Работники парка отказываются рассказать о том, как часто обрабатывают аттракционы. От камеры убегают, сразу начинают кому-то звонить и просят посетителей уйти из кадра. Мы объехали три крупных парка. В двух из них работали батуты, карусели и колесо обозрения. Помимо парков развлечений, закон нарушают и бары. Вот, например, в социальных сетях я нашла анонс, вечеринки в одном из заведений в центре города, которое начинается в 8 часов вечера. Напишу сообщение, спрошу, до скольки продлится это веселье. Отвечают, что работают по привычному графику, а это до 6 часов утра. Всем кафе, барам, ночным клубам и ресторанам сейчас можно работать только до 11 вечера. Некоторые нарушают закон не стесняясь, другие изощряются, чтобы об их вечеринках знали только свои. К примеру, в одном из заведений постоянным гостям высылают личное приглашение в соцсетях. Войти можно только тем, кто покажет сообщение на входе. Потом вся переписка стирается. Более сознательные бизнесмены ограничения все-таки соблюдают и с грустью подсчитывают убытки. 70% дохода мы потеряли. Это 100%, которую информацию я могу сказать. Потому что даже если все гости и зрители вашего телеканала видели открытие наше, и как у нас было, то сейчас вы увидите, что 30% всего посещаемости у нас есть, и то она в лучшие дни. Из-за ограничений новому аквацентру пришлось закрыть вход на горки. А многие ехали сюда именно из-за них. Говорят, некоторые, узнав о том, что аттракционы не работают, разворачиваются прямо у входа. Но вариантов у предпринимателей немного. Либо не нарушать запреты, либо продолжать работу и в конце концов нарваться как минимум на большой штраф. Софья Лупинина, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. И о ситуации в Норильске. Там, как и везде, заболевших становится все больше. Вахтовиков сотнями отправляют на изоляцию, а в госпиталях готовят дополнительные места. Ведь скоро начнут массово возвращаться отпускники. И наверняка многие из них привезут вирус. О том, что сейчас происходит в северном городе, расскажет наш собственный корреспондент Виктория Комиссарова. Молодой человек, одевайте, пожалуйста, маску. Попросить, убедить, заставить. В период эпидемии это не работа на телекамеру, а реальность, с которой до сих пор не все готовы смириться. Не спорят? Ну, как и везде, маски носят, но не все. Тем временем в краевой статистике Норильск на третьем месте по заболеваемости. С большой земли попасть в северный город можно только самолетом или по Енисею через Дудинку. И это отсекает его от многих путей распространения инфекции. Но здесь есть свои особенности. Главная из них – приток людей со всей страны для работы на вахтах. У нас был пример такой, да, когда вот произошла вспышка на одном из предприятий, где фактически находилась под карантином и брали ПЦР двухкратно у 600 человек. Тогда вирус подтвердился у 40 вахтовиков. В больницу отправили 12 человек, а оставшиеся 588 две недели провели на карантине в специальном поселке. И это не единичный случай. Приезжих изолируют целыми самолетами. Меры жесткие, но и коронавирус стал агрессивнее, констатируют норильские врачи. Начинается с большой лихорадки 39-40, которая длится 7-8-10 дней. Практически все, кто обращается на высоте лихорадки больше недели, имеют поражение легких. Также на севере отмечают, что в этой волне стало больше сосудистых осложнений, инфарктов и тромбозов. Чаще у больных наблюдается одышка. Для лечения нужны большие запасы кислорода. Мы в сутки потребляем порядка 1400 метров кубических. Суточное потребление порядка 250 баллонов. Физически их не хранить, не менять, ну, представляете, какой-то объем. Нет. Поэтому мы питаемся с авторецепиентов. Это большой прицеп, тоже, в общем-то, большой баллон. В одном авторецепиенте суточный запас кислорода. Дефицита нет, хватает и медикаментов. Сейчас разворачивают дополнительные койки. Если понадобится, только в госпитале первой больницы могут одновременно лечить до 600 тяжелых пациентов. Новый штамм коронавируса, ковид-дельта, в городе пока не зафиксирован. До сих пор маску правильно не надели. Орган дыхания должен быть закрыт. Чтобы сдержать заболеваемость, здесь, как и во всем крае, регулярно проводят рейды в общественном транспорте и в торговых центрах. В одном из них открыли дополнительный пункт вакцинации. График работы по будням сейчас у дня. Мы приехали в начале второго, и здесь уже довольно много посетителей. Постоянно приходят новые люди, и в целом процесс идет бойко. По выходным этот пункт тоже активно работает. Медики говорят, что все больше норильчан хотят прививаться. Все понимают, что скоро в город массово начнут возвращаться отпускники. И наверняка многие из них привезут с собой вирус. Виктория Комиссарова, Юрий Толстов, Енисей, Новости, Норильск. Глубоко копнули. Но около 7 вечера при проведении несанкционированных земляных работ почти одновременно были повреждены водопроводные сети на улицах Дальней и Жахтеров. Вы видите, что творилось на одном из этих участков. Из пробитой трубы диаметром 30 сантиметров бил фонтан. Меньше чем за час затопило котлован на месте стройки. Возникла угроза подтопления трансформаторной подстанции. Компания «Краском» была вынуждена аварийно приостановить подачу холодной воды в микрорайоны Соланцы-2 и Кразовский, а также в административные здания на улице Шахтеров. Сейчас идут ремонтные работы, но когда они завершатся, пока неизвестно. Сейчас виновники аварии под техническим надзором специалистов компании «Краском» восстанавливают поврежденные трубопроводы. Все обстоятельства, поясняют сотрудники службы экономической безопасности «Краском», по каждому факту составлены акты о причинении ущерба муниципальному имуществу. Как будет выглядеть новый мост в центре Красноярска и когда сможем прогуляться по нему, расскажем далее. Закон сохранения денег от КМК гласит, если дети растут, то цена на детскую мебель падает. С 1 июля по 30 сентября скидка 20% на детский ассортимент мебели. КМК. Всегда удобно. Драгоценные металлы ближе, чем кажутся. Они вокруг нас. Красцветмет. 8 драгоценных металлов с чистотой до 4 девяток. Продукция промышленного назначения. Ювелирные цепи машинного плетения. Прикладная наука и открытые инновации. Устойчивое развитие. Красцветмет. Драгоценные металлы для людей. Он опять там появится. Речь о мосте между краевой филармонией и музейным центром. Когда-то там уже был переход, но его признали аварийным и снесли. Теперь строят другое. Для него уже выбрано название. Его, кстати, предложил губернатор. Когда сможем прогуляться по новому мосту, расскажет Екатерина Любин. К концу месяца приезжает ванпись. Здесь уже будут на площадке. За неделю они готовятся к монтажу. Пешеходный мост через улицу Карла Марца строят строго по графику. Здесь уже вынесли электросети, забили сваи, сейчас возводят опору. Чтобы не сужать проезжую часть, она будет всего одна. Новый переход соединит краевую филармонию и музейный центр. Сейчас, чтобы попасть из одного места в другое, нужно несколько раз пересечь дорогу. Зашел от Николаевского моста. Вообще, в идеале, можешь обойти весь центр, весь берег Енисея и оказаться в зеленой роще. Вот философия простая. Ну и, конечно, классика жанра. Эта красота еще должна, как вы знаете, светиться. Поэтому с подсветкой тоже мы занимаемся. Я хочу, чтобы в этом нашем световом ансамбле он дополнял еще и выполнял свою вечернюю функцию. Новый пешеходный переход будет мини-копией Виноградовского моста. Он будет также держаться на вантах, а по вечерам переливаться яркими огнями. Губернатор Александр Ус еще в феврале прошлого года потребовал ускорить строительство. Теперь он проверил, как идет дело. Просто изящный, оригинальный будет. Да, и, Александр Ус, ну это понятно, как гармония будет. Мост через улицу Карла Маркса соберут из почти 4000 деталей. Все несущие элементы пролетного строения, эстакады и лестничного схода сделают из алюминиевого сплава, который производит Красноярский металлургический завод. Первый пролет уже готов, его длина больше 50 метров. И сегодня у нового моста появилось название. Будет он называться «Арпа», коль скоро вантовое крепление там именно так называется. Все идет по плану. Думаю, что в этом году красноярцы могут увидеть мост и оценить его не только как элемент пешеходной инфраструктуры, но и как определенный арт-объект. Этот пешеходный переход будет четвертым, который изготовят на Красноярском металлургическом заводе. Основное направление работы предприятия – глубокая переработка первичного алюминия. Рядом с Крамзом скоро появятся еще подобные производства. Здесь расположится Красноярская технологическая долина. Это то предприятие, то производство, которое позволит нам, с одной стороны, увеличить рабочие места, с другой стороны, увеличить поступление в бюджет всех уровней – и города, и края, и Российской Федерации. Ждать открытия нового моста осталось недолго. Планируется, что прогуляться по нему красноярцы смогут уже в конце года. Екатерина Любим, Максим Галат, Енисей. Новости. И еще о благоустройстве. Четырехполосному движению на улице Павлова быть. В Крае продолжается активное строительство и ремонт дорог, которых очень ждут жители. Ход работ на автомобиле проекта «Губернаторский контроль» проинспектировал вице-премьер Края Сергей Верещагин. Какие участки будут готовы в этом году, расскажет Антон Тишаков. То есть в этом году здесь вообще преобразится? Да. Плюс даже к Новому году будет сделана иллюминация. Новое освещение, регулируемые переходы, остановки, светофоры и самое главное – теперь на улице Павлова будет четырехполосное движение. Работы на почти трех километрах дороги начались еще в мае. Сейчас расширяют проезжую часть. Местные жители говорят – ремонт давно был нужен. Это очень хорошо, что вначале могу устраивать Павлова. Я здесь 70 лет. И последнее время он пришел в очень нехорошее состояние. Так что это стоит. Но это нужно было? Это нужно. И давно нужно было. И проходимость больше, и люди будут ходить. И скопления не будет, пробок не будет. Конечно, нужно. Машин-то, народ-то все лучше и лучше живет. Машин все больше и больше. Как ветер, так пробки. Кроме дороги, здесь обустроят и тротуары. На Павлово обещают сделать променад. Ремонт закончат к началу осени. Асфальт будут укладывать где-то ориентировочно. Через две недели приступят. Это происходит уширение и послойное уплотнение. На данном участке дороги, если исторически, то со стороны 60 лет октября до где-то пенерской правды четыре полосы было, а потом непонятно, что было. То две, то три. Сейчас будет нормативное четырехполосное движение. Ремонт на улице Павлова, строительство новых дорог в Солнечном, на Матезалке и еще на ряде участков проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня с инспекции на четырех объектах по поручению главы региона Александра Уса на автомобиле губернаторского контроля побывал заместитель председателя правительства края. В целом, конечно, все настроены на те графики, которые утверждены были при заключении контракта. И каких-то новых рисков мы, по крайней мере, по тем объектам, которые посетили, не видели сейчас. Всего в крае больше 80 объектов, на которых сейчас идут работы. По нацпроекту на них выделили почти 7 миллиардов рублей. В этом году на севере в эксплуатацию ведут участок магистрали Епишино-Северо-Енисейский. Антон Тишаков, Павел Пателицын, Енисей, Новости. Далее в новой серии проекта «Наше лето» из Санкт-Петербурга. Прогулка по главной резиденции императорской семьи. Не можете справиться с зависимостью? Современный подход к реабилитации. Квалифицированные специалисты. Индивидуальная программа. Центр восстановительной реабилитации «Хелп». Телефон 256-2707. Поможем освободиться от зависимости навсегда. У вашего ребенка снизилась успеваемость? Ухудшилось внимание? Беспокоят головные боли? Проверьте зрение и подберите очки в оптике «Давыдов». Скидки 30, 40, 50%. Оптика «Давыдов». Министерство культуры Красноярского края представляет Краевой социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс». Выставки и кинопоказы, мастер-классы и лекции, творческие встречи и научные шоу. В музыкальной части программы концерт легендарной группы «Яхант». Встречайте с 18 июля по 14 сентября в 34 городах и районах края. Подробности на сайте «Енисейский экспресс.РФ». Категория 6+. Стали больше внимания уделять именно благоустройству в последнее время. То есть новые скверы строят, какие-то дорабатывают, допустим, где-то исправляют погрешности, которые были допущены раньше. Строится наконец-то набережная на торговом центре, что очень здорово. Иногда бываем на юбилейном, там тоже очень замечательный парк. Сквер у нас на «Молодежном» недавно вот открылся. Много сейчас там ребятишек бегает. И для пожилого возраста в прошлом году благоустроили сквер. Напротив железнодорожного техникума сделали очень классный «Гагаринский парк». Сделали очень прикольный бульвар Меджинского. Могу только сказать положительные отзывы о «Гремячей игре», потому что мы там гуляем, мне там очень нравится. И она постоянно расширяется, они там что-то достраивают. Было меньше места для выезда. Сейчас смертные площадки, детские. Городки во дворах стали благоустраиваться, площадки для детей возле поликлиник. Ну, очень много. Вот за последние два года, я отмечу, пять точно появилось скверов. Тайны Екатерининского дворца и янтарной комнаты в проекте «Наше лето». Мы продолжаем рассказывать, во сколько обойдется отпуск в Санкт-Петербурге. В новой серии Анастасия Тиль прогулялась по главной летней резиденции императорской семьи и побывала в самом творческом пространстве города. Сегодня едем в Пушкин, город в 30 километрах от Санкт-Петербурга до Царского села, где так обожала проводить лето Екатерина II, можно взять автобусную экскурсию. Цена стартует от 2,5 тысяч рублей. Мы решили добираться своим ходом. На метро до Витебского вокзала, а оттуда уже на электричке. Билет стоит всего 49 рублей. От ЖД-станции по городу на автобусе минут 10 езды и на выходе сразу же упираешься в огромную территорию парка. Дальше пара минут пешком и от предвкушения, что прямо сейчас я вижу залы, где проходили балы и плелись интриги. У меня в прямом смысле мурашки по коже. За день в Летний дворец пускают не больше 900 туристов. И это число только кажется таким огромным. Поверьте, билеты лучше брать заранее. Желающих своими глазами увидеть императорскую роскошь так много, что уже к обеду у касс выстраиваются длинные очереди. От красоты и блеска первого и самого большого бального зала глаза слепит. Вы только представьте, здесь вела приемы та самая Елизавета Петровна, а потом и ее немецкая невестка, ставшая для всех Екатериной Великой. В императорские вечера это воздушное помещение освещали 696 свечей, а от обилия солнца на позолоте днем оно становится словно прозрачным. Здесь хочется замереть, чтобы рассмотреть и запомнить каждую замысловатую резную деталь, которую после войны собирали по крупицам. Большой зал, к счастью, не горел. Пожара здесь не было, хотя за время войны два пожара было во дворце. Но вот здесь сюда попал снаряд в этот зал, стена была разрушена, потолок частично рухнул. Но после войны сотрудники дворца, которые вернулись обратно в город, ходили в окрестностях города Пушкина, собирали абсолютно каждый уцелевший кусочек резьбы. И вот благодаря такой кропотливой работе 60% резьбы в зале подлинной сохранились с XVIII века. Летний дворец полон легенд. Одна из них, кстати, связана с Елизаветой. Говорят, у нее было 30 тысяч платьев. И, конечно же, больше всего тайн сплетено вокруг знаменитой янтарной комнаты. Она бесследно исчезла в годы Великой Отечественной войны. Ее точную копию создавали больше 20 лет. На этот ювелирный интерьер ушло 6 тонн балтийского камня. Этот зал называется Лионским, поскольку в XVIII веке стены здесь были затянуты шелком, который был изготовлен во Франции на знаменитой Лионской мануфактуре. А этот синий золотой зал входил в число личных апартаментов Екатерины II. С тех времен остался мебельный гарнитур из лазурита, а еще люстры и картины. И самое главное, этот паркет с перламутровыми вставками XVIII века. Сложно представить, что именно по нему ступала Екатерина Великая. Любила императрица прогуливаться и в парке. Во времена императоров сюда, на территорию парка, не пускали, скажем так, простолюдинов, лицеистов. Да, они здесь зимой катались на коньках, на прудах, летом занимались. Но вот таким простым смертным, как я, сюда путь был закрыт. Променад на свежем воздухе петербуржцы любят и сейчас. Правда, местные выбирают не загородные дворцы, а особые тусовочные места внутри города. Вся эта территория когда-то принадлежала Северному кабельному заводу. Теперь это огромное творческое пространство. От промышленного прошлого остались катушки, на которые наматывали кабель. Теперь это лавочки. И название – сейф-кабель-порт. Даже вход сюда, как отдельный вид искусства, казалось бы, обычные металлические коробки. Но, чтобы подчеркнуть, весь промышленный антураж их специально оставили ржавыми. Правда, украшают вот таким необычным, очень оригинальным декором. А в больших кирпичных зданиях теперь не цеха, а мастерские и выставочные залы. Сейчас, например, здесь можно увидеть подлинники Энди Орхола. Турицы захаживают сюда нечасто, а вот сами горожане с удовольствием проводят творческие вечера на берегу Невы. Загляните сюда, не пожалеете. А в следующей серии проекта «Наше лето» побываем в самой настоящей питерской коммуналке. Анастасия Тили, Денис Тимошенко, Енисей Новости. «Наше лето» из Санкт-Петербурга. К этой минуте у меня все сообщения. Если у вас есть свои новости, вопросы и предложения, звоните телефонной редакции 236-0136. В студии был Максим Старпов. До новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще и скидки есть. Весь и сантимет можно приобрести со скидкой от 20 до 50%. Ждем вас, ДК Комбайна строителей с 19 по 31 июля. Не упустите выгодное предложение. Да-да, скидки до 50% – это действительно очень выгодное предложение. Цены на легкие летние платья так вообще стартуют от 200 рублей. В общем, наслаждаться этим летом в комфортной одежде поможет ярмарка-трикотажа, которая работает с 10 утра до 7 вечера. Прогноз погоды в Красноярском крае на четверг 22 июля. В Турханском районе на юге Таймыра и Февенкии облачно. На части территории пройдут дожди. Ночью от плюс 8 до плюс 13 градусов. Дневная температура от плюс 12 в Диксоне до плюс 25 в Байките. В северной группе районов Красноярского края пасмурно, осадков не ожидается. Ночная температура до плюс 12, днем до плюс 25 градусов. В восточной части региона преобладает облачная погода без осадков. Ночью до плюс 13 градусов, днем до плюс 27. В центральных районах Красноярского края облачно, осадков не прогнозируют. Ночью до плюс 15 градусов. Дневная температура плюс 25, плюс 28. В западной группе облачность, осадков не ожидается. Ночная температура плюс 11, плюс 14. В светлое время суток до плюс 28 градусов. На юге Красноярского края преимущественно облачная погода без осадков. Ночью от плюс 13 до плюс 16, днем плюс 27, плюс 30 градусов. В Красноярске 22 июля переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 14, днем до плюс 27 градусов. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин